Маленьких Орловчан врачи принимают в обновленной второй поликлинике. Здесь отремонтировали входную группу и это место теперь детям не кажется таким уж пугающим. Преображение случилось благодаря реализации нацпроекта здравоохранения. Немножко было дофинансирование региональное, в основном это федеральные деньги. 8 миллионов с хвостиком нам дали на ремонт входной группы и практически 800 тысяч на приобретение мебели. Вы знаете, объем огромный. У нас самый большой объем из всех детских поликлиниках, которые находятся в этой программе. Качество хорошее, мы довольны. А объем средств какой был заложен? Я так понимаю, что были какие-то проблемы, да? Ну, немножко было дофинансирование региональное, в основном это федеральные деньги. 8 миллионов с хвостиком нам дали на ремонт входной группы и практически 800 тысяч на приобретение мебели. Отзывы уже от маленьких, да и взрослых. Вы знаете, все довольны. И я благодарна нашим пациентам и их родителям за терпение, которое они проявляли, когда вот были определенные неудобства, был закрыт первый этаж практически полностью. Они терпели вместе с нами. Знали ради чего. Похожие виды изменения уже коснулись и детской поликлиники городской больницы имени Боткина. Внутри теперь все по-другому. Работа проделана в достаточно большом объеме. Поликлиника стала просторней, ярче, более подходит для детского населения. Разработали новую систему навигации, сделали отдельный вход для больных детей, о чем мы очень долго мечтали. Сделали нормальный гардероб, открытую регистратуру, чтобы многие вопросы решались быстрее, легче и проще. Расширили на этом фоне и штаб администраторов, которые также, опять же, помогают людям. Но на этом изменения не закончатся. Впереди завершающий этап работ в рамках обновления входной группы. Работа у вас, тем не менее, продолжается, я так понимаю. Да, работы еще, как бы, достаточно много, потому что надо до конца доделать систему навигации, чтобы было удобно ориентироваться и быстрее получать медицинскую помощь. Необходимо доделать бокс и, естественно, центральный вход с доступом для маломобильных пациентов. Ну и чтобы, грубо говоря, были двери оснащены так, как полагается. Анастасия Гришина, Андрей Погосян, телеканал Первый областной.